Сегодня для российского рынка как никогда актуальны две вещи – качество продукции и ее безопасность. Участие в конкурсе «100 лучших товаров России» – хороший стимул для компаний совершенствовать и саму продукцию, и производственный цикл в этом направлении. На всероссийском этапе участников гораздо больше, нежели на областном уровне, поэтому там идет соревнование более активное и конкуренция более высокая. И чтобы заслужить такую высокую оценку, надо немало было потрудиться. Федеральный этап конкурса назвал победителей от Южного Урала в четырех номинациях – продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, а также изделия народных и художественных промыслов. Лауреаты конкурса, предприятия не скрывают, что победа в таком престижном соревновании автоматически выводит товар на федеральный уровень. А там уже и до экспортных поставок недалеко. В наше сложное время, я так полагаю, единственным конкурирующим продуктом может быть только качественный продукт. Да, мы выходим на зарубежный рынок, да, у нас постоянно проходят аудиты, которые оценивают нашу работу. Все аудиты, которые проходили на нашем предприятии, проходили минимум в желтой зоне. Это очень высокая оценка. И многие предприятия готовы с нами сотрудничать. Сегодня во всем мире растет спрос на инновационную продукцию, особенно в сфере энергосбережения и чистой энергетики. Предприятие СБ-технологии специализируется на производстве необычных пленочных лучистых электронагревателей. Тепловая энергия здесь передается необычным способом – напрямую от источника к предмету, минуя посредства разного рода труб и батарей. Вообще на конкурс мы представили 10 товаров, но получили две награды – заплюночный электронагреватель потолочный и напольный. Будущий год в России объявлен Годом экологии. И это ко многому обязывает. Плюночные нагреватели – они экологически чистые продукты. Исходные материалы, все сырье, продукты, пищевое назначение практически. И с точки зрения безопасности наши нагреватели по температурным воздействиям, по электромагнитным воздействиям абсолютно безопасны. Мы буквально недавно провели подобное исследование в этом направлении. Я работаю с главным санитарным врачом России Поповой. И вот как раз эти вопросы возникли напрямую для применения наших нагревателей в доскольных детских учреждениях. Характерно, что большой интерес к пленочным электронагревателям проявляют китайцы. Значительный спрос идет именно из этой страны. Однако и российский потребитель наконец-то стал всерьез относиться к вопросам энергосбережения. Потребность высока. В последнее время каждый пытается считать деньги, соответственно, с этим энергосбережателям достаточно серьезно используются и применяются в России. Хорошие перспективы у тепловых панелей в районах Крайнего Севера и в Арктике. Россия – северная страна. Экономический обогрев для нее критически важен. А пленочный электронагреватель еще позволяет и регулировать тепловой режим. Сегодня просматриваются новые направления использования данной продукции. Спортивная медицина, производство продуктов здорового питания, разнообразные экосистемы. В номинации «Продовольственные товары», кстати сказать, производители натуральных пищевых продуктов доминируют. А значит, это тренд. Новинка в нашем ассортименте – заварной хлеб. Он удостоен высокой награды, лауреат конкурса «100 лучших товаров» и также признан новинкой года. А также рулетик с курагой, печенье овсяное домашнее. Хлебокомбинат, кстати, участвует в конкурсе лучших товаров уже 16-й год, что уже говорит само за себя. Конечно, не секрет, что сейчас очень высокая конкурентная способность. Поэтому, конечно, для нас очень важно чувствовать, что мы движемся в правильном направлении. Участие в конкурсе «100 лучших товаров» как раз и дает это почувствовать. В нужном направлении идет развитие, либо нет. Соответствует качество современным требованиям или не соответствует. Это конкурс товаров. Но товары, они же не появляются сами. Их изготавливают наши уральские мастера, технологи и другие специалисты на тех или иных предприятиях. Без наличия хороших производственных кадров, без отлаженной технологии производства, без должного контроля качества продукции на этапах производства и на конечном процессе реализации невозможно достигнуть именно того требуемого качества, которое сегодня востребовано нашими потребителями. Добавим, что помимо товарных дипломов разного достоинства, на церемонии награждения были вручены еще и почетные знаки отличия. В частности, отличник качества. Этим знаком были отмечены специалисты, выдвинутые коллективами предприятий. Мастера, технологи, лаборанты. В общем, все те, на ком производство держится. Отрадно, что большая часть этих специалистов – молодежь.